Всем привет, это обзор на коленях от Калина Красной, и сегодня у нас долгожданные Мандалорцы. Но не простые, а золотые. Это объемные фигурки, я их так называю, потому что у них объемные... Эти какого? Ну, торсики, не торсики, броня, не знаю, как правильно. В общем, у них все объемно, все очень качественно, все очень хорошо пропечатано, просто суперские. Я уже снимал такой обзор на Дарт Вейдера, это из той же серии. То есть, когда у Дарт Вейдера была броня, она девалась дополнительная, плащ у него был, который не бумажный, не тряпичный, а такой пластиковый, по форме отличный. В общем, это просто суперские модернеры, как только они пришли, я уже сразу подумал, потому что я закажу других. Ну, не всех оставшихся, а тех, кто мне еще интересен. Что ж, давайте вскрывать, давайте на них смотреть, и начнем мы с Привизла. Это тот персонаж у нас из Войны Клонов, который был оппозицией Мандалории во время Войны Клонов, когда там была герцогия Сатим. Вот такая краткая история, ух, как открывается. Слушайте, слушайте, у меня нет, к сожалению, оригинального, и аналоги тески я уже не хочу брать, потому что он не такой, как этот. Потому что этот, посмотрите, этот намного лучше. Сейчас сфокусирую. Так, принты, ну они, ну, блин, ну они просто офигенные, посмотрите, это типа, вот это то, что должно быть, по сути, надеть на броню. То есть я еще потом покажу, ну ладно, сейчас покажу в сравнении. Сейчас достану сразу. Джанго Фетта, Фу Джанго, Боба Фетта. То есть вот, здесь броня, а здесь у нас под броней, ну, одежда какая-то легкая, тряпичная. Здесь то же самое. Здесь мы не увидим. Я просто хотел достать Джанго Фетта, потому что здесь Джанго Фетта, и его хотел сравнить, но это будет чуть позже. Что ж, давайте собирать. Да, ууу, какая здесь. Но это стоит только одного отдельного внимания. Вы посмотрите на этот черный световой меч, знаменитый черный световой меч, который появился у нас благодаря войне клоунов. Это якобы очень старинный джедайский световой меч, который передавался, ну, который после войны какой-то там мандалару против республики джедаев, передавался потом в клане Визла, по-моему, из поколения в поколение. Вот. Ну, посмотрите, какой он просто, он, ну, он захитительный. Это же, ну, он гнется вот так вот. У Лего, у Лего была попытка такое сделать, но, как вы думаете, какая у них была попытка? У них была попытка, естественно, ну, блин, вот такая. Это самопал у меня сделан, просто я захотел сделать такое для сравнения. Но вот именно вот это, он полностью такой, как в мультсериале. Что ж, давайте собирать, не будем, не будем тянуть. Посмотрите, у них даже на рукавники. Ну, не на рукавники, а эти огнемет или там стрелы, у каждого там свой был. Они не отличаются. Да, они не отличаются. Очень все хорошо, легко вставляется. Надевается. Кстати, как вы успели заметить, у него нету головы, и вместо головы только черная деталь. Как почему? Сейчас чуть-чуть-чуть-чуть дальше, мы это с вами поймем. Так, у нас тут. Как у Бэтмена такие штуки. Ну, не как у Бэтмена. У меня у штурминка такая же. У красного штурминка шоктрупера. Блин, ну, когда все объемно, это какой-то, знаете, какой, ну, типа там, боеприпасы и да, все остальное. Вот так надеваем. Ого. Ну, тут просто каждой деталью хочется уделять. Как крепко. Блин, как легко и как крепко все слетело. Слушайте, я не могу снять. Это фиаско. Блин, знаете, что слетает, да? Легко слетает, очень легко слетает. Блин, это обидно. Это очень обидненько. Сейчас. Я пытаюсь снять. У меня не получается. Блин, у меня не получается снять. Это обидно. Очень плотно сидит. Голова очень плотно. Что вы говорите, пока без. Сейчас еще раз. Ух. Руки вплотили. Я снял. Я это сделал. Видео будет чуть дольше, чем обычно, но это было сложненько. Так, для чего я это сделал? Чтобы надеть эту броню. Посмотрите на эту броню. Ну, почти идеальная отливка. Ну, ладно. Сочтем. Здесь такая штучка специальная. И, наверное, герб. Привезла или, не знаю, дома привезла. И вот сюда вот так вот надевается джиппак. Съемный джиппак. Об этом можно было только мечтать. То есть, если у нас раньше, 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 сейчас покажу. Был вот такой отлитой. То есть, только вот так. Кстати, вы уже, наверное, не могли догадаться, почему здесь черная голова тоже. Ладно. Вот. Потом он тоже был съемным. Ой, не то показываю. Тоже вот такой съемный, но приходится снимать голову. А тут, а тут просто вот так взял и отсоединил. Я считаю, это прогресс. В китайской индустрии лего фигурок это прогресс. Так. Блин, я не посмотрел, как он. Плащик, плащик. Не знаю, как плащик надевается. Не помню, точнее. Поверх, не поверх. Попробуем вот так надеть. Прям помнется. О, как встал. Наверное, вот так. Только навык. Или нет? Просто если плащик надеть под это, то он примнется. Я бы не хотел этого. Ладно, не буду надевать плащик. Или посмотрю потом, как надену правильно. По фигурке, по канону. Только посмотрите на это. Теперь понятно, почему фигурка такая тугая. Но голова так туго заходит, чтобы мы вот так здесь сделали, зафиксировали. И у нас не отпала верхняя часть. Но ноги, к сожалению, падают. К сожалению, ноги падают. Это минус из-за этого ремня, так сказать. Что ж, ну и шлем. Блин, ну принты на нем просто вновь. Офигенные. Офигенные. Обычно, казалось бы, шлем. Если мы сейчас возьмем, сравним леговский. Вот он у меня. Оба, камера съехала. Так сравнить. То есть здесь у нас, ну, черненький визор. Сейчас фокус. А здесь у нас, как бы, пробел. Но это добавляет свою, не знаю, пикантность, крутость, как правильно сказать. И вот так у нас надевается сверху. И получается, блин, ну, посмотрите, это настоящий мандаловец. Это настоящий мандаловец. Не то, что вот, ну, вот это. Но это тоже круто по принтам. Но здесь не съехал визор. Как и всегда. Мы даем ему меч. Меч очень хорошо сидит, вроде как. Или нет. Довольно нормально. Несмотря на то, что он квадратной формы. И у нас вот такой, типа, наук. Визор. Который хорошо крутится вот так. И еще какая-то штучка. Я не знаю, это антенка, не антенка. Еще какая-то. Но я надену. Я надену. Вот. Слушайте, ну, вообще круто. Очень круто. Аксессуаров куча. Полно просто. Это одна удовольствия. Так, давайте скрывать следующий. У нас. Это Боба Фет. Фу Боба. Почему я постоянно путаю? Потому что они будут. Сынный отец. Это Джанго Фет. Так, отложим. Плащик я обязательно надену. Давайте смотреть. По сути, тут тоже самое. По сути, тоже самое. Также это. Очень темненький. У меня отсвечивает в этот раз. Я извиняюсь. Принты на ногах. Крутые. Крутые. Сзади. Вот так. Так вот. Легко снимать. Ох, как легко снялось. Блин. Либо я подкачался за это время. Либо еще что-то. Здесь у нас, смотрите, очень интересно. Здесь у нас черный такой ремень. То есть, ну не знаю, как сказать правильно, каноничный что-ли. Что у нас же черный здесь вот тоже. Я понял, что нет разницы, с какой стороны. Потому что принты с двух сторон и знаковы. Здесь он так же плохо сидит чутка. Так, руки-ноги. Длинное видео. Я стараюсь сделать видео побыстрее. Но тут просто, ну, все это расписывать, описывать приходится. Потому что, ну, видим, да? Одинаковые, так же, блестящие. Якобы хромированные. А я ей вылетела. Так, надеваем броню. На броню у нас просто серебристая. Как и было. У него и было серебристое. У него, конечно, может быть не был такой темно-синий сам костюм, но... Ох, как туго. Следы отливки. Голова. И сам шлем, посмотрите. Ну, отлично. Просто, отлично, слушайте. Просто происходно. У джангов это был лишь такой. Ой-ой-ой. Провернулся. Типа визор, не визор. И... И еще. Джетпак. Вот так выглядит все сзади. Ну, приличненько, интересненько. Прям хочется на нем полетать. И посмотрите, как у него оружие. У него реально каноническое оружие джангов это. Обожаю китайцы. Какой большой, кстати. Два больших. Единственное, конечно, минус то, что нет лица. Нет лица. Фейса. То есть у нас просто, ну вот, снялся. Как и в фильме, в принципе. И давайте сравним вот эту китайскую фигурку с... Ну, не оригинальной. Ладно, не оригинальной. Мне нет оригинальной джангов это. Но у меня есть очень качественная подделка джангов это от Лепина. Вот. Сразу с лицом я снял. Могу шлем надеть. Ну, с лицом давайте. То есть мы видим, какое здесь оружие, какое здесь оружие. Вот, в профиль. Разница, да. Принты здесь очень хорошие. Здесь мне больше нравится, конечно, цвет. Это более такой разбавленный, что ли. Здесь слишком темный. Вот. Ну, и шлем давайте. Шлем сравним тоже. Вот такой вот здесь. Тоже интересно, круто. Но вот это, конечно, вообще супер. Короче, вот такие два Мандалорца. Я еще возьму обязательно Бобов. Это и еще, по-моему, кого-то. Не помню, кого я хотел взять. Обычно Мандалорца, что ли. Ну, в общем, крутые фигурки стоят того. О, и в коллекцию, конечно. У меня просто уже собирается небольшая Алена Мандалорцев. Не знаю почему. Наверное, полюбил их после фильма, в фильме, сериала Мандалорец. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, колокольчик. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok